АПЛОДИСМЕНТЫ А вот решение возродить команду по настольному теннису Алтай ждало своего часа долгих 20 лет. Министр спорта края Алексей Перфильев рассказывает. В середине 90-х сборная региона выступала в высшей по статусу лиге настольного тенниса страны, показывая отличные результаты. Но затем на долгие годы спорт лишился краевой господдержки. В последнее время буквально второе дыхание открылось у таких видов спорта, как альпинизм, баскетбол. Настала очередь и настольного тенниса. Этот вид спорта дал многим из ребят хорошую дорогу в жизнь. Спорт большой. Поэтому пока мы помним, как надо, надо делать. В Барнауле за последнее время появилось 4 зала, приспособленных для занятий настольным теннисом. Тренироваться приглашают всех желающих, как взрослых, так и детей. К тому же больших финансовых затрат для занятий не требуется. Спортивная форма да ракетка. И, кстати, представители Минспорта отмечают, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, число любителей настольного тенниса становится все больше. Сейчас очень много играющих в настольном теннисе любителей. Я вам скажу, что у нас проводят краевые лиги со всего края. И в них участвует около 700 человек. Поэтому и дальше развивается для любителей. Ну, пока одни нарабатывают мастерство, сборная команда продолжит заявлять о себе на всероссийском уровне. Следующий выездной матч намечен на декабрь. Ну, а задачи у команды весьма амбициозные – выйти в премьер-лигу. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.